Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников Хуан де Фландес. Воскрешение Лазаря. 1514-1519 год. Дерево-масло. 110 на 84. Эта доска является частью алтаря церкви Святого Лазаря в Поленсии. И представляет одно из чудес это воскрешение из мертвых. Этот евангельский эпизод содержится в текстах Иоанна Богослова. На глазах у зрителей Христос сотворил величайшее чудо, доказав свою двойственную природу, как сына Божьего и сына человечества, и утвердив свою власть над смертью. Действие разворачивается на фоне веткой стены с арочным проемом. За ней виден храм. Художник активно включает художественный контекст, принятый в искусстве Северного Возрождения и на сказание. Свидетели чуда теснятся под полуразрушенной аркой, что указывает на Ветхий Завет. Но чудо свершилось, и как и приствует Иоанн Богослов, многие, видевшие это, уверовали в Иисуса. Тем самым, по слову Иисуса, был возведен храм новой веры, который уже виден и скоро полностью предстанет перед людьми. Как только рухнет стена Ветхого Завета, и над миром высияет Новый Завет. Колорит всей композиции обладает особой цветовой пластичностью. Художник мастерски передает пейзаж. Детали событий, душевное состояние персонажей от сомнения до полного уверения. Слитность красочного слоя в полной мере соответствует тому духовному уединению людей, которые проповедуют новое учение Христа. Вот такое описание я нашел в картине Хуана Д. Фландеса в интернете. Воскрешение Лазаря. Написано где-то между 1514 и 1519 годами. Пока-пока, до свидания, узнали что-то новое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова